Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Боруссию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, посмотрим, какие у нас сегодня матчи в январском выпуске именно карьеры за Боруссию Дортмунд. Вызная игра против Айнтрахта, домашняя против Фрайбурга и вызная против Хофенхайма. Три игры всего лишь, но в любом случае времени здесь очень много есть для того, чтобы сделать трансферы. Тем более у нас есть более-менее какие-то копеечки и две позиции, которые я еще планирую укрепить, улучшить. Это правый защитник и опорный полузащитник. Я вот сейчас не помню, вроде да, никого я сильно не добавлял. В прошлом выпуске мы купили вот Буаду и Адриана Труферта. И теперь во втором нашем составе, ну скорее всего я буду Мюния продавать, потому что он более возрастной. А Мори, скорее всего, у нас в любом случае останется в команде. И также опорник, как вы увидели, мне нужен новый опорник. Я решил продать Фомина, потому что он уже более-менее такой скомплектованный по возрасту. И рейтинг уже вряд ли он хороший добавит. А вот Абицейль еще с неплохим рейтингом в возрасте может быть и поиграет. Поэтому как-то так, что у нас по готовности к составу. Ну давайте выйдем первым составом против Айн Трахта. Выездная игра. И сейчас еще посмотрю, есть ли у меня Буаду на скамейке запасных. Кстати, нет. Но я бы лучше его, наверное, попробовал. Да, потому что у него 77 рейтинг. Если что, выйдет на замену, а там посмотрим. Итак, Айн Трахт против Боруссии. Поехали. Ну что же, Боруссия приехала на матч против Айн Трахта. Из города вроде Франкфурта на Майне. Так называется город, если я не ошибаюсь. Посмотрим, что из этого выйдет. Квицель. Неплохо, сразу же, хорошая такая передача. О, как маленький сейчас накрутил, навертел. И хорошая передача на Ройс. Это вот с левой ноги, ну это сразу же открытие счета. На четвертой минуте Марко Ройс открывает счет. Так, сразу заброс такой. Беллингем здесь все вроде прочитал. Холланд. Через Беллингема. Аккуратно. Холланд. О, шикарная передача. Здесь уже на Эмриджана. Ройс. Увидел. Увидел и Беллингема. Малин. Уже заброс. Даже на дальнюю. Ну, как сейчас разыгралась Дортмундская Боруссия. И Эмриджан заколачивает этот мяч в сетку. 9 минут буквально прошло. А уже два мяча забивает Боруссия. Владение за 27 минут. 75 на 25 в пользу Дортмундской Боруссии. Не зря сейчас все-таки команда еще и на первом месте идет. А вот Эрлинг Холланд может быть забьет сегодня. Да. Первый гол норвежца. 29 минута. Супер. Вот так вот очень быстро развивается атака Боруссии. Но на этом все. 3-0. Боруссия разгромила Айнтракт. Все три мяча забили в первом тайме. Во втором уже зрители довольствовались просто перепасовками со стороны Боруссии. Вот владение мы видим. 68 на 32. По XG Боруссия наиграла на 5 мячей. Айнтракт. Но если округлять, то на 1. Так, ну и по XG лучшим стал Эрлинг Холланд. Он забил 1 мяч. Также мячи на счету Ройса и Джана Голливы. Кстати, 3 отдал Малин. А мы его вот заменили, дав раскрыться второму голландцу в нашей команде. Именно по нападению. Это Бо Аду. Ну вот он тоже неплохо. 63 оценку получил. Хуже всех себя за матч показал Аканжи. 66 оценка. Так же, как и у Гюрера. Но в любом случае выше шестерки. Это плюс. Так, нам приходит 2 сообщения от игроков. Фомин. Уверен, у вас есть причина выставить меня на трансфер. Но мне действительно нравится в этой команде. И уходить будет тяжело. Нам нужны деньги. Я скажу как есть. В составе есть более проблемные места. Деньги от этой сделки помогут клубу в долгосрочной перспективе. Так что не обижайся. Так, ну и так же Минье. Точно такое же сообщение нам прислал. Мы точно такое же сообщение, как и Фомину отправим. Так, предложение по аренде. Это наш, кстати, Реген. Вратарь. Валентин. Кун. На 2 года. Хотя давайте поручим. Поручим. Так. Почему-то вот аренда на год. Да. Вот так вот. Отправим, чтобы вот этими арендами более-менее заниматься. Чтобы когда уже точно не будут согласны на 1 год, тогда и все. Так же мы вот это вот более-менее использовали, когда нам надо было сделать не аренду с правом выкупа. Мы так вот разбирались, что можно так вот изменить без права выкупа. Чтобы действительно рабочий был метод. Так, нам пришло предложение по сначала Юлиану Бранту. За 30 миллионов 400 хотят его купить у нас. И обменять на Хеку с доплатой. Вот именно. Я, естественно, буду отклонять. Потому что мне, в принципе, Хека не интересен. И на эту позицию мне тоже. У меня даже позиций ЦОПников нету. У меня есть ЦПшники и ЦАПники. Поэтому, к сожалению, нет. Да даже рассматривать бы не стал. Так, а вот Фомина хотят купить в английскую премьер-лигу в Бёрли. Ну вот они предлагают 5300. В пределах 5400 нам говорят, что можно его продать. Давайте попробуем за 6. Если не получится, будем цену немножечко сбавлять. Так, 6 миллионов. Да, все замечательно. Син Душ Дач. Как там, я не знаю, как правильно считается у него фамилия. В общем, тренер Бёрли согласился. И будем ждать пополнения нашего счета. Так. Ага, по Куну пришел предложение. Да, из-за того, что у нас же сейчас уже как бы середина сезона. Им на сезон как бы не выгодно. Давайте вот, да, на краткосрочную. То есть сезон он доиграет в Бордо. В принципе, интересное предложение. Да, мы соглашаемся. Так. Ну и по зарплате. Давайте 60 на 40 попробуем. 50 на 50 хотят. А если 55 на 45? Все, это их устраивает. Ну и будем ждать, когда вот уже соглашение нашего молодого вратаря. Так, сборная Канада нам предлагает стать их главным тренером. Мы отклоняем. Так, что у нас дальше? Фомин продан. Да, 4 миллиона 400 нам добавили. И Вульф может перейти сейчас в Борусию Мюнхен-Гладбах. За 11,5 миллионов отступный выплачен. Так. А я же вроде даже и не рассчитывал на Вульфа. Я правильно же понимаю? То есть, он мне и по позиции как не подошел. Он долго там с ПП на правого защитника будет переучиваться. Я сейчас посмотрю. А у меня и фланговых игроков-то из-за этого нет. Вот. Так, финанс. Но он стоит действительно 8 миллионов. Мы его продаем за 11,5. Поэтому, в принципе... Ну, только вот обидно, что команду вот так вот он поменял. Борусию на Борусию. Но, в любом случае, они нам не конкуренты. В топ-6 даже сейчас в Бундеслиге не идут. Ну, а сейчас вот такие, кстати, сделки. Арсенал продал Саку в Атлетико Мадрид. За 69 миллионов Бенедер перешел в Манчестер-Сити за 51 миллион. И Абумьянг тоже ушел из Арсенала в Баварию. Вот так вот две топовые сделки из Арсенала. Так что интересно. Так, ну раз у нас Фомин продан. Сколько у нас денег-то сейчас? Ну, там 22 миллиона. Давайте посмотрим. Так, не правого защитника. Не правого. А вот опорничков. Пока что... Так. Тут по многим еще ищут. Да. Хавис Иран. Вот это, кстати, интересный тоже игрок. Вроде как... Более-менее перспективнее, чем Фомин. Но все равно за другими-то мы тоже посмотрим. Тем более у них и отступные. Они уже, мы видим, у многих проплачены. Ну, есть прописаны, так сказать. Поэтому, в принципе, их и можем у некоторых забрать. Так, ну а мы ждем. Мы ждем в любом случае. А пока что у нас игра против Фрайбурга. Следующая будет через неделю против Хофенхайма. Поэтому также первым составом мы отыграем. Лишь бы не терять очки. Да и тем более сейчас у меня во втором составе нету опорника. Из-за того, что мы продали Фомина. А пока что замену не успели приобрести. Поэтому также будем первым составом играть. Борусия против Фрайбурга. Поехали. Ну что же. Снег выпал на Синнадуни парк. Все-таки у нас январь месяц. И в Германии тоже вот такая погода бывает. Поэтому посмотрим, как такие погодные условия скажутся на сегодняшнем матче. Ройс обратно, кстати, на Биллингема. Я вообще на Холланду пытался этот навест сделать. Но получилось, как получилось. Биллингем в любом случае по отдаче. И Малин открывает счет сегодняшней встречи. 18-ая минута. И Малин, он же вроде и в предыдущем матче против Файнтракта тоже забил. А, или нет. Нет, нет, нет. Там Ройс забивал Джан и Эрлинг Холланг. Вот Малин тоже, кстати, головой забил, как и Джан в предыдущем матче. Вот с кем я, наверное, может быть, спутал. Ждет забегания Колу Муани. Тот отлично открылся. И можно и забивать, конечно же. Но не получилось. Может быть, сейчас Ройс. Пытался он, конечно, ассистировать на Колу Муани. Но получилось, как получилось. То есть, вот так вот лично на добивании он сыграл в этом моменте. Вот это вот топовое голевое чутье у него сейчас. Неплохо через Малина. Тот на Марко Ройса. И немец мог забить. А может быть, сейчас? Да, Колу Муани. Буквально вот они сейчас обменялись такими голами. Что Ройс тогда забил после такого момента от Колу Муани. Что сейчас? Колу Муани забивает после вот удара Ройса. На добивании очень хорошо сыграли сейчас два этих игрока. Ройс. Неплохо как сейчас развернул Эмри Джан. Эмри Джан как шикарный и изящный пяточкой сейчас забивает. И делает счет 4-0. Джан тоже раскрылся, между прочим. Два мяча в двух последних матчах. Один ворот Айнтрахта, другой ворот от Фрайбурга. С Ройсом у них вот идентичная статистика в январе этого года. Витцель. Вроде как неплохо и хорошая передача на Беллингема еще пошла. Ройс на дальнюю, а здесь и Малин. Ну здесь просто противоход как будто поймал. И по бильярдному в дальний нижний угол забил у нас Малин. И все, финальный свисток. Разгромили мы Фрайбург с счетом 5-0. Дома дубль забил Малин. Неплохую он игру сегодня показал. Ну а по их сжиму наиграли на 6 мячей. Фрайбург кстати наиграл на 1 мяч или еле на скреб на него, но не получилось. Так, лучшим игроком признан Ройс. У него 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Малин забил 2 гола. Джан тоже с 1 забитым мячом уходит. Биллингем голевую и Колуму они забил 1 мяч. Ну а что по самому худшему игроку? Кстати Холланд, 6,9 он на оценку получил, поэтому в принципе логично мы его заменили. Так, Кун сдан в аренду. Отлично, он ушел в Бордо. И предложение кстати по Ника Шульцу, а я его вроде или выставил. Да, вроде выставил. Мы же стали менять игроков. У нас Гюрера будет и Троферд. Вот этот, которого мы подписали. Троферд, да. Поэтому давайте поговорим с Лестером. 17-800 максимум, который можно попробовать. Ну давайте начнем переговоры. 18 миллионов попросим. А там будем цену сбавлять. Я не знаю, мне кажется, такая цена 18 миллионов может спугнуть сейчас Лестер. Лестер, но попробуем, почему бы и нет, почему бы и не рискнуть. Так, они меньше естественно хотят. Так, контр-предложение, исключаем всякие выплаты. Давайте не 18, все же тогда миллионов. 17,5. Будем немножечко уменьшать. Да, отлично, за 17,5 миллионов мы договорились. И Шульц, возможно, перейдет в АПЛ. Как и, кстати, Фомин, уже который ушел в Берли. Так, Вульф тоже у нас продан за 8,5 миллионов, которые нам добавили. Он перешел в Баруси Минхенгладбах за 11,5 по официальным данным. Но нам он только 8,5 привели. Так, окончательные отчеты пошли. Так что мы сейчас еще, кстати, и посмотрим. Там по правому защитнику больше, но нам надо сейчас посмотреть, что там по опорникам. В итоге два обновления. Так, 63 сразу нет. Ну вот 70, я не знаю, Масенга. Он подает большие надежды, говорят. Не знаю, пока что посмотрим, подумаем. И вот это даже, не знаю, тут кого стоит подписывать. Потому что у того же, где я сейчас увидел неплохие деньги, это тот же Кана, вот, 8 миллионов 400. У него отступные. Может быть, он что-то из себя и представляет. Подождем пока что, не будем торопиться. В любом случае, мы понимаем, что купим низкорейтингового игрока, но зато потенциально многообещающего. Шульц тоже у нас продан. За 17,5 переходит в Лестер Сити. А вот и Тайкза отступные выплаченные. За 3 миллиона 400 он может перейти в Клермо Фут 63. Так, да, давайте, кстати, по Тайкзу посмотрим, проиграли ли мы по этой сделке или нет. Так, вот он Тайкз. У него рыночная 1 миллион 800. За 3 400 его сейчас будут покупать. Поэтому, мне кажется, мы даже в большом плюсе. А вот предложение по Мюнье. В Латсу, вот тогда 16 миллионов 200. Давайте попробуем. Ну, 17. 17 там будем понижать. Сейчас неплохие деньги. Попробуем выручить за наших защитников. Так, 17 миллионов. Подаем предложение. Нет. Хорошо, 16,5 значит будем пробовать. Нет, они все, они как будто вот прям не хотят большие деньги за него платить. 16 миллионов тогда пробуем. Так, нет, Латсу в итоге отклонили. Но мы поняли, что 16 это даже многовато. Вот с 16 можно начать следующую, так сказать, следующее обсуждение сделки. Но вот пока что не продаем. Так, ну что ж, сейчас мы играем против Хофенхайма. Пойдемте на пресс-конференцию. Ну что же, мы быстренько поотвечали на вопросы журналистов. Ничего, как обычно, интересного. На 7 очков сейчас у нас лидерство в Бундеслиге. А вот Холланд на один мяч отстает от Николя Пепе, который играет в Ливеркузинском Байере. Кстати, Кемпенбе перешел из ПСЖ в Барселону. Не знаю, будет ли это трансферка Кум Тити из Лиона переходила. Я не помню, там в 15-16 году в Барсу. Но вот надеемся, что теперь-то у Барселоны получше там что-то будет. А я, кстати, не помню, с кем мы играем в плей-офф Лиги Чемпионов. С Барселоной как раз. Барселона, будет матч. Но вот Кемпенбе переходит, так сказать, на старший порядок. Вот как-то так. Ну мы выходим, естественно, стартовым составом. Давайте я сразу, кстати, на скамейку запасных. Вот здесь добавлю из такого лумуани нашего выиспеченного игрока Боаду. Ну что же, давайте отыграем последний матч на сегодняшний выпуск. Хофенхайм против Баруси. Поехали. Ну что же, Хофенхайм принимает Барусио. Презеро Арена. Поехали. Хорошая передача сразу на Биллингема. Тот на Эрлинга Холланда. Ну а Норвеж в свою очередь на Ройса неплохо отпасовал. Подача на дальнюю. Не было офсайда. И Холланд забивает и сравнивается по забитым мячам с Николя Пепе, который играет в Ливеркузинском Байере. Подстраховал вратаря молодого. Ройс. Неплохо справился Марко Ройс. Неплохо на Холланда. Эрлинг с правой даже забивает. И на данный момент, если не забил ни одного мяча Николя Пепе, Эрлинг Холланд выходит на чистое первое место в гонке бомбардиров. Что-то с чем-то. Холланд. Неплохо. Биллингем. Но это пенальти. Это пенальти, естественно. Но счет 2-0. И Джан сам заработал этот пенальти. Поэтому Джан и будет его пробивать. Даже тот фактор, что у Холланд сейчас идет на хэт-трик. Все равно я отдам это пенальти Джану. Так, нечаянно Биллингема выбрал. А тут уже дело за самим Эмир Джаном. Забьет, не забьет. Как пойдет у него. Но посмотрим. Давайте вот в правый нижний попробуем мощно пробить. И угадывает. Но в любом случае на силу так. Эмир Джан пробил. И получилось забить этот мяч. В итоге все. Финанс исток. Снова у нас разгром. Со счетом 3-0. Баруси обыгрывает Хофенхайм. На выезде дубль Эрлинга Холланда и гол с пенальти Эмир Джана приносят Баруси победу. Ну, по их джиму наиграли на 6 мячей. Хофенхайм если округлить на 1. Как-то так. Ну и по оценке игрока. Сейчас тоже посмотрим. Холланд игрок матча. Забил 2 мяча. Джан тоже неплохо себя кстати стал показывать. Но вот гол с пенальти. Ройс отдал 2 голевые передачи. Ну и хуже всех себя кстати проявил Хюмель со стартового состава. 6-4 оценка у него. Так, Тайкс у нас продан. За 3 миллиона 400. Это отступные его. Он переходит в Клермо. А вот очередное предложение по Мюнье. Здесь уже Аякс. Но давайте снова попробуем с 16 миллионов начать. Там как пойдет. Так, 16 миллионов. Мы начинаем. 14 800. Ну мы естественно сейчас будем немножечко сбавлять. И мы практически с ними уже близки. 15,5 миллионов. Все супер. За 15,5 миллионов мы договорились с Аяксом. Поэтому ждем. Ну и кстати я там не знаю кого по правому защитнику теперь подписывать. Там есть конечно интересные персонажи. А вот к примеру. Кстати сейчас его только вот нашли. Так, давайте по подробной информации. Так, вот это нет сразу. Фримпонг. Вот это вот сразу плюс. 21 год. Я бы его наверное бы сразу бы и подписал. Тем более у конкурентов забрать. Интересный вариант. Остальных даже рассматривать не будем. Все. Как только сейчас Мюнье перейдет мы его подпишем. Но мне бы сейчас бы поскорее бы подписать опорника. 8 дней написано. Еще осталось ждать. А сколько? На какое у нас сейчас вообще число-то там? Мы успеем или нет? Кстати нет. Надо решать. Наверное давайте я все-таки буду уже кота в мешке брать. И приобрету Марко Канна из Реал Бетиса. Отступный кстати. А, он недавно только перешел. Серьезно? А, вот. Можно заплатить. Так, а если нет? Можно и так значит. Ну, 8 миллионов 400 у него отступные. Не знаю сколько они конечно за него захотят. Честно. Давайте, ну, 6 миллионов я попробую предложить. А там как пойдет. Нас устраивает. Замечательно. Но я не знаю сейчас. Главное, чтобы неплохого игрока я конечно подписал. 19-летний бельгиец. То есть как Вицель. Перспективный, да. Вообще ничего про него не знаем. Но подписываем. Так, ну и на 5 лет попробуем. Да. Они согласны отступные хотят. Нет. Мы отказываемся от этого. Ну и зарплату 7,5 тысяч. Хотя все. Потому что я не знаю, что он себе в принципе представляет. Кана. 68. Это ужас. Это полный ужас. 68 рейтинг. А там мы в принципе никого-то там получше не видели. Этеки. Не знаю, может что-нибудь получше. Но в любом случае. Купили что купили. Поэтому придется теперь его в второй состав вставить. Но. Молодой паренек. Может быть действительно что-то из себя и покажет. Будем. Я вот буду именно на это надеяться. Ну такой же вот бельгиец. Как и. Вицель. Так что в опорной зоне, мне кажется, у нас проблем быть не должно. Но вот фрибпунга мы хотя бы знаем. Так. Нет. Начнем переговор с Куба. 18-100. Я запомнил. Надо пытаться дешевле, естественно, подписать. Так. Предложим. Давайте. Давайте. Я не знаю сколько. Давайте 14 миллионов попробуем. Так они еще и Колуму они хотят забрать сейчас прям. Вот и так там Николя Пепе есть. 14 миллионов. А они хотят вон даже, да? Как. А если я завершу сейчас переговоры, я не смогу уже, да, ничего с ним сделать? Да. И через сколько я сейчас вообще его подписать-то теперь не смогу? Надо было за отступные его подписывать. Это плохо. Это очень даже плохо. А я в принципе и не успею. Я бы сейчас бы лучше бы сейв бы этот перезапустил. И начал бы заново после сохранения после матча. Давайте так и сделаем. Так. Мы снова вот вернулись 25 января. Поэтому давайте дальше будем сейчас симулировать вот так вот. Там вроде сейчас по Минье должно еще раз. Да. Или нет. Так. Минье. Приложение от Аякса мы это все сделали. Так. Кстати, здесь вот 94, 90, 94. Каких неплохих нам игроков-то сейчас понаходили. Так. А это что получается? Это уже после какого момента сейчас пошло сохранение? Кану я уже купил. Внимание. Кану я купил, а Фримпонг? Фримпонга я надеюсь я еще не добавлял, да? То есть Кану мы уже не сможем там перепод... Ну, не подписывать. Ну, давайте тогда вот хотя бы Фримпонга сейчас. Да. Заплатим 17 миллионов 100. Отступные его. И договоримся по зарплате. Так. Нерегулярный. И 4 года. Мы в принципе согласны. Игнорируем отступные. Ну и зарплату они сами тут уже себе проставят. Мы согласны. Все. Фримпонг в итоге к нам переходит. Ждем когда там Минье покинет команду. Ну и кстати... А, нет. Получается Фримпонг-то будет основным игроком. Или нет? Надо их сейчас сравнить. Просто Мори и Фримпонга. А воин по 21 году. Ну, смотрите. Я бы Фримпонга поставил бы как основным. Там и меньше менять. А в двух составах бы пришлось бы. И в любом случае он там и по скорости как бы поинтереснее. Поэтому вот. Так. Переговоры по трансферу, кстати, прекращены. Аякс не смог договориться. А мы уже в любом случае Фримпонг это подписали. Поэтому у Минье сейчас надо в любом случае быстрее искать варианты. Вот. Бенфика. Как вариант. Ну, мы будем сейчас снова давайте 16 миллионов предлагать. Так. 16 миллионов. За Минье. Отправляем. Да, они сразу согласились. Замечательно. Не знаю, почему Лацо так взбесились. Могли и забрать. Так. По Ройсу пришло предложение Манчестер Сити. За 54 миллиона хотят его забрать. Мы отклоняем. Прямо ровно по рыночной стоимости. Они решили его у нас купить. Так. Вицель получает предложение. От. Лейпцига. Отклоняем. И по Ройсу снова теперь уже от Лестера. Они и так забрали Шульц. У нас хотят еще и Ройса. Минье все... А, он сам отклонил, да? Томас Минье отказался в переходе. Так как не смог. Ну, снова, кстати. Что-то вот Минье. Прямо как-то же жестко отшивает всех. Это плохо нам. Потому что деньги мы бы в любом случае с него неплохие бы получили. Так. У нас закрылось трансферное окно. 640 миллионов потратили в последний день. Я так понимаю. Так. Что у нас здесь? Ниже 90. Всем до свидания. Потенциалом. Так. Даже вот эта вот Маркус Маркин. Ну, что за такое уже. Так. Что здесь? У нас есть интересные, конечно, вратари. Но я бы лучше бы... Я не знаю даже кого из них. Оба, кстати, низкорослые такие. Но одного потенциала 82. Но другому-то 15 лет. Поэтому давайте вот... Пока что этого подпишем. Но сейчас будем, естественно, сдавать его в аренду. А там уже продавать, скорее всего. Так. Вот и наш Ноа Фальки. Пока что сдаем в аренду. Так. Приходят 5 сообщений. Окончательные отчеты по опорникам, которых мне уже не надо, в принципе. Так. Так, Фальки. Рад, что мы его подписали. Ну, а на этом все. Мы заканчиваем. Быстренько так получилось. Три матча всего лишь в одном выпуске. Но вот такой короткий месяц январь у нас получился. В любом случае, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok